Минута на спасение жизни. Ситуация учебная, но на практике времени может быть меньше, а обстоятельства экстремальнее. Студенты Ульяновского медицинского колледжа готовы к практике. Мы проводим сердечно-легочную манипуляцию, то есть спасаем, например, у человека что-то застарок в горле, как на этом манекене, то есть спасаем. Параллельно другая группа отрабатывает технику непрямого массажа сердца на новых манекенах. У нас в колледже есть еще фантом рожающей женщины, которая для специальности акушера предназначена в основном, несмотря на то, что сердцинское дело тоже учает акушерство, который может рожать. Рожать как настоящая женщина до 8-12 часов. Если здесь студенты на семи фантомах отрабатывают комплекс сердечно-легочной реанимации, то уже в соседнем кабинете будущие медсестры устанавливают систему для внутривенных вливаний. Сестринское дело, лечебное дело, акушерское дело. Сегодня в Ульяновском медицинском колледже обучается более 800 студентов, но и этого недостаточно, чтобы устранить кадровый голод. Тысяча врачей и 1200 специалистов среднего медперсонала. Только такой приток до 2024 года решит вопрос. А уже через два года в регионе создадут форму непрерывного медобразования. Появится новый межрегиональный центр компетенций. МЦК – это как раз тот ресурс, который позволит серьезно поменять систему подготовки в отрасли здравоохранения. Мы должны точно, совершенно договориться между собой. Это четкое понимание актуальности создания межрегионального центра именно у нас. Без этой истории, без обоснования, без просчета, без цифр мы не двинемся дальше за поддержкой в федеральном центре, а мы именно этого хотим, потому что хотим, чтобы это был международного образца, реальный центр. МЦК решит сразу пять задач. Это и оснащение, это и повышение качества подготовки потенциальных кадровых ресурсов. Это и мониторинг кадров. Плюс на его базе разработают новую модель школьной медицины. Мы должны посмотреть, какие у нас есть барьеры для того, чтобы осуществить больший контроль за состоянием здоровья школьников, как нам применить регулярные физические осмотры. Проекты разрабатываются сейчас все на стадии обсуждений. Цель до 2022 года – создать систему непрерывного медобразования. Марина Тимофеева, Юрий Давыдов, репортер 73.